Цезарь. Крестовые походы. Бородино. Всё это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для учёных, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родина. А в гостях у нас сегодня Владислав Сергеевич Житинёв, кандидат исторических наук, руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Сегодня мы продолжим наш нарождающийся цикл программ о самых важных и самых интересных раскопках в нашей стране. Сегодня мы поговорим об одном из самых красивых археологических памятников. Будем говорить о Каповой пещере. Я думаю, что со школы все ещё помнят эту пещеру. Находится она на Южном Урале. И там сохранилось достаточно большое количество палеолитической ещё живописи. Очень реалистичной, очень яркой и очень интересной. И вот наш сегодняшний гость уже много лет руководит изучением этой пещеры. И в том числе благодаря его работам открываются достаточно интересные подробности. Например, как выяснилось, эта пещера непосредственно культурно связана с такими же подобными пещерами во Франко-Кантабрии. То есть это зона, где юго-запад Франции современный и север Испании. Там гористый район, где достаточно большое количество примерно таких же пещер. И вот как выяснилось, это всё делали люди примерно одного и того же культурного ареала. Вот про это расскажите немножко. Насколько мы можем говорить о том, что это одна и та же культура? И насколько она широко была распространена на всю эту территорию? От Атлантики и до Урала? Да, действительно, изображения на стенах пещеры, которые мы видим, они очень похожи как во Франции, так и в Испании, так и на Южном Урале. Но впервые об этом заговорил, собственно, первый археолог, который работал в этой пещере, вот Николай Ивич Бадр. Это были 60-е, 70-е годы, 80-е годы, о том, что стиль изображения очень похож на то, что мы видим во франко-кантабрийской зоне развития искусства ледникового периода, говорил замечательный ленинградский исследователь Вячеслав Евгений Щелинский. То, что выявила наша экспедиция, те новые находки, которые есть, они связаны не столько с подтверждением стиля изображения, которое действительно безусловно полностью соответствует тому, что мы видим во Франции и в Испании, но с теми следами деятельности человека, которые мы зафиксировали, нашли в Каповой пещере на Южном Урале. Дело в том, что мы прекрасно знаем, что поведение человека во многом определяет тот культурный базис человеческой группы, которой люди принадлежат. И вот здесь, к огромной радости, к огромному удивлению, мы смогли именно на уровне материальных остатков, археологических остатков подтвердить происхождение стилистики из франко-кантабрийской зоны палеолитического искусства, происхождение тех людей, которые впервые принесли на Южный Урал вот эти знания о том, как нужно организовывать палеолитические пещерные святилища. То, что в подобных пещерах есть святилища, нам хорошо известно, они особым образом структурированы. Структурированы как по расположению самих настенных изображений, так и по той деятельности, которую человек в той или иной части пещеры проводил. Впервые об этом задумались о том, что можно структурировать изображения и рассматривать их как не хаотично расположенные рисунки, а как рисунки, сделанные с определенной целью и с определенной идеей расположения. Как ни парадоксально, задумались не французские, а именно наши отечественные исследователи. После раскопок замечательной стоянки Гагарина, один из ведущих отечественных исследователей первой половины XX века, предположил, что не только фигурки палеолитических венер, фигурки с изображением женщины, сделанных из бивня, расположены особым образом на территории жилища, но возможно, и изображения на стенах пещер расположены не случайным образом. Уже в послевоенное время знаменитый французский следователь Леруа Гуран и его аспирантка Лямин Эмперер провели громадную работу по расчету этих изображений, по тому, как соотносятся те или иные изображения с отдельными частями пещеры, где удобно смотреть, там, какие животные изображены, там, где страшно рисовать, куда долго идти, какие там есть изображения. И тут стало понятно, что действительно есть определенная структура. Структура есть в большинстве пещер, она замечательно читается, и главное, что это подтверждает наличие этой структуры и вновь открываемые памятники. То есть, когда мы сейчас, наши коллеги в последние 20-30 лет находят новые пещеры, мы видим, что там рисунки расположены примерно так же, как и в других пещерах. Естественно, есть своя индивидуальность. И тут возникает вот это вот, то, чего чаще всего требуют от истории, говорят, что вот, ну что это у вас за наука такая, у нее нет предсказательной силы. Вот это как раз дает предсказательную силу. То есть, открывая новую пещеру, где мы знаем уже, как там будет организовано пространство. Да. И попадаем с точностью. И самое главное, что мы сейчас научились выявлять и подделки. Относительно недавно была замечательная история в Испании, когда молодой человек объявил о том, что он нашел новую пещеру с изображениями. А средства массовой информации подняли большой шум вокруг этого. Приезжал король. Все были обрадованы. И только скучные археологи, только скучные ученые сказали, что они сомневаются. Потому что и стиль немножечко не такой, и расположенный. Все пошло даже не только от стиля, но и от того, какие животные как расположены. То есть, топография расположения в самой пещере животных. Но, естественно, никто не хотел сначала слушать археологов. Были взяты анализы краски. И получилось выявить, что самой краски сохранились частички губки кухонной, вот которой мы моем посуду. И также несколько фрагментов от мелких современных насекомых. И стало понятно, что талантливейший, гениальный практически ученый, то есть не ученый, а молодой человек, не до конца прочитав и осознав все книжки, решил стать знаменитым и нарисовать свою пещеру. То есть, вот это знание о том, что и как расположено, оно дает нам еще и понимание того, что действительно сделано давно. Либо того, что нарисовано в качестве подделки. Всем привет! Меня зовут Михаил Родин. Это проект «Дневная поверхность». Мы здесь рассказываем о тысячелетиях истории, которые в прямом смысле слова лежат у вас под ногами. Я смею утверждать, что большое количество любителей альтернативной истории, которые рассказывают про всяких инопланетян, которые якобы помогали египтянам строить их великие пирамиды, просто не следят за новостями археологии, которая занимается палеолитом. Ведь как оно получается после школьной программы? Что каменный век – это дикари с дубинками в шкурах, а потом бац и сразу великие цивилизации, пирамиды, месопотамии и так далее. Но на самом деле наука давно шагнула вперед, и мы прекрасно понимаем, насколько в Верхнем Палеолите были сложно организованы и общества. Это общества достаточно сильно табуированные. Как они развивались и как развивались вместе с ними их технологии, которые привели потом к неолитической революции. Они тащили сырье каменное на сотни километров. Еще совсем недавно считалось, что сверление – это признак уже более поздних палеолитов. Здесь сверление абсолютно ничем не отличается. В палеолите существовали все циклы, характерные для земледелия, кроме намеренной посадки растений. И, казалось бы, я начал разговор с Египтом, но на самом деле мы сейчас находимся в Воронежской области, потому что мы едем в Мекку палеолитическую России, а может быть, даже и всего мира. Нашли вот это юно. Это самый древний представитель Homo sapiens sapiens в Восточной Европе точно, а может быть, и вообще в Европе, потому что это уникально полностью сохранившийся скелет. Сегодня мы будем изучать знаменитые костенки. Ну, вот смотрите, давайте тогда уже мы в общих чертах такие интриги закинули. Давайте уже вот к деталям переходить, к самым интересным. Потому что вы так вкратце про это уже сказали, но интересно, что современная наука делает во всех этих пещерах. ЕС – самый главный для меня принцип. Потому что если раньше это был в основном такой искусствоведческий анализ, ну, пришли, посмотрели на картинки, внимательно посмотрели, перерисовали их, сравнивали там между собой и просто анализировали эти картинки, то сейчас это такой комплексный анализ всей пещеры, ну, как комплекса. И в том числе не только самих рисунков, но и всего вообще содержания этой пещеры. Какие там встречаются находки, как они расположены, какие следы деятельности. Вот об этом расскажите. Вот мы заходим в Каповую пещеру. Как вы сейчас ее изучаете? Что там можно найти, кроме самих этих рисунков? Ну, а ведь еще много всего. Да, там много всего. Но самое главное, нужно понимать, что когда мы говорим про рисунки Каповой пещеры или других пещер, где сохранились изображения ледникового периода, что вот эти знаменитые рисунки животных, мамонтов, бизонов, лошадей, носорогов – это лишь малая часть изобразительного комплекса. В основном это либо геометрические знаки, либо неясные, непонятные пятна. А часть этих пятен являются следами остатков рисунков, которые были уничтожены природными силами в результате особого спелеоклиматического фактора пещерного. А часть, и большая часть, судя по всему, вот этих пятен, линий и всего остального, то есть невнятных совершенно следов художественной деятельности на стенах пещер, это то, чего мы не понимаем. То есть человек не только рисовал красивых животных. И само изображение красивых животных в общем, при общих количественных подсчетах всех изображений, оно всегда уходит в гораздо небольшую часть. А большая часть – это именно вот эти знаки и пятна. Что же касается поведения человека, то действительно сначала большая часть во время накопления материалов нашего понимания пещер была связана с акцентом на изображение, на изобразительный комплекс. А вот после этого археологи перешли к изучению следов деятельности человека. С чем это связано? Дело в том, что сначала очень много и долго наши предшественники полагали пещеру эдаким храмом, куда человек заходил ненадолго. Храм, святилище. И первоначально считалось, что вообще это было сделано для того, чтобы там проводить инициации подростков при переходе в другой полувзрастной уровень, не социальный, на другой социальный уровень. Почему так думали? Дело в том, что во многих пещерах Франции и Испании, если не во многих, то в некоторых точно, сохранились отпечатки следов палеолитического человека. Там прошли босиком люди и антропологи начала XX века, и археологи, посмотрев и проанализировав эти следы, решили, что это следы подростков. Иногда в сопровождении одного взрослого. Естественно, глядя на далекие страны, такие как Южная Африка, Австралия, было решено, что это подростки, приходящие для того, чтобы участвовать в обрядах инициаций. Но вот совсем недавно наши коллеги пригласили гушменов-следопытов. Это очень интересно. Дело в том, что достаточно давно возникло сомнение, правильно ли мы интерпретируем эти следы как следы, относящиеся к подросткам. И поскольку у нас в Евразии такого уровня следопытов, которые могли бы читать отпечатки босых ног практически нет, все-таки климат у нас немножко неподходящий для круглогодичного хождения без обуви, были приглашены вот эти замечательные следопыты, бушмены, в которых было очень много анекдотических ситуаций, когда сначала люди не верили, говорили, что неужели вы сами не можете понять, кто здесь прошел, искренне совершенно говорили. А потом, прочитав эти следы, выяснили, что по ряду причин из-за того, что глина поехала, когда в нее наступали, из-за того, что прошло какое-то время, выяснили, что это не следы подростков, вернее, не только подростков, от детей 8-9 лет до людей, которым 20-25+, потому что дальше уже читается сложно. При этом есть отпечатки трехлетних, пятилетних детей, причем которых сажали, например, на огромные выступы, чтобы они не убегали. Знаете, как вот расшалившийся ребенок, особенно в опасной зоне, вот мы сейчас в машине пристегиваем ребенка, чтобы он не бегал. У манежи детские тоже. У манежи, да. И там видно, как ребенок пытается слезть. По словам вот этих бушменов, это была трехлетняя девочка. Вот остатки вот этих линий пальца, когда ребенок сначала пытается сам спуститься, потом он начинает бояться, она. И уже обратно поднимается. И на сегодняшний день мы понимаем, что в пещеру приходили люди разных возрастов для совершения определенных действий, совершения определенных практик. И мы считаем, это достаточно консенсусная вещь среди тех, кто занимается этой темой, что палеолитические пещеры это своего рода крупные региональные центры сбора охотников-собирателей эпохи верхнего палеолита. То есть вот от 40 до 10 тысяч лет назад. Ну, то есть эти охотники-собиратели, они жили небольшими группами, ну, там человек, я думаю, 40 максимум, ну, там 20, да, вот, соответственно, вели какое-то свое хозяйство, но в то же время они все были объединены в какую-то большую группу этносоциальную, скажем так, вот, у которой были какие-то потребности там собираться время ответа. Да, и мы видим, что и многие наши, и северные народы, и вообще практически огромное количество людей, живущих на архаичной стадии развития культуры, социума, что вот подобные практики регулярных сборов крупных коллектив или их представителей, это очень важно, они происходят для решения социальных вопросов, разграничения возможных территорий кочевий и охоты, организации брачных договоров и союзов. Да, потому что мы сейчас видим, по данным палеогенетики, что Homo sapiens на достаточно уже ранних стадиях своего развития культуры, в том числе и в Европе, явно сознательно заключал брачные договоры, не близко родственные. Ну да. О том, что люди проходили издалека, нам говорят как раз те находки, которые мы делаем в пещерах. Ну вот, скажем, в Каповой пещере и наши предшественники, и работами нашей экспедиции были обнаружены украшения из раковины моллюсков. При этом оказалось, что это раковины моллюсков не современные палеолитическому человеку, который жил тогда, тогда это 17-19 тысяч лет назад, а это раковины, ископаемые, принесенные со стороны Каспия. Это очень далеко. От Каповой пещеры до Волги примерно 400-500 километров по прямой, если просто по карте смотреть. Понятно, что шли они не по карте, и даже если представить, что Каспийское море тогда было выше, все равно, это огромные расстояния. До источников каменного сырья, из которого они делали каменные орудия, нужно было идти порядка 100-150 километров. То есть вот огромный ареал, по которому кочевали родственные группы, именно в этом социальном, скорее всего, и, конечно, в культурном плане. Вот их представители, или они все собирались около этой пещеры для того, чтобы что-то делать. Почему это... И почему около такого святилища... Дело в том, что мы прекрасно знаем и по истории, и даже по современной нашей жизни, что многие верующие люди, неважно, к какой религии они относятся, читают договоры или обещания, данные друг другу на территории святого места, там, где стоит храм, мечеть, синагога, неважно. Да, вот если обещание, данное там, или договоренность заключенная там будет нарушена, то кара будет не только земная, но еще и кара свыше, ничего никому бы, конечно, не хотелось. Перед лицом богов пообещать что-то... Перед лицом неких высших сил. Мы не представляем себе, что там было, конечно, с религией, во что они верили, и можно ли это назвать религией. Но то, что это было вот такое поведение, оно, конечно, очень интересно. И важно, что мы видим, что на всем вот этом огромном протяжении 4-5 тысяч километров от Франции, Испании, через Италию, через Румынию, через Карпаты румынские нынешние до Южного Урала поведение человека в этих пещерах было очень и очень похожим, практически идентичным. Понятно, что везде мы можем найти следы особенных каких-то действий, которые характерны только для конкретного памятника. Но это и огромные... Мы же знаем мало памятников, это большие расстояния, это большой временной промежуток, большой временной срез. Но мы понимаем, что это поведение, следы одинакового поведения говорит нам о том, что некое общее культурное представление о том, что нужно делать в священном месте, они были вот у всех этих групп людей, которые оставляли эти памятники. А вот давайте немножко очертим вот эту этническую, что ли, этнокультурную ситуацию. Ведь это была не единая общность культурная, которая тянулась от Атлантики и до Урала, а там было какое-то более такое мелкое зональное деление. Вот объясните это. Ну, в общем, сами лучше, да, будет... Конечно, абсолютно правы. Дело в том, что и в течение вот этих нескольких десятков тысяч лет верхнего палеолита, ледниковой эпохи, и в разных регионах культуры развивались немножечко по-разному. Мы видим, что есть крупные зональные деления Европы на условную Западную Европу, Центральную Европу, там, где Австрия, Чехия, Словакия сейчас, на Восточную Европу. Между ними, безусловно, были контакты и очень серьезные контакты. Но культурно они все-таки... Мы видим и некую автономию при сохранении вот этих контактов. И мы видим, что именно предметы искусства, произведения искусства показывают нам очень высокие социальные уровни взаимосвязи людей, которые тогда жили. Мы же понимаем, что людей тогда жило гораздо меньше, чем живет на территории Европы сейчас. Колесного транспорта не было. Для того, чтобы преодолеть крупные реки, тоже нужно было приложить значимые усилия. Да, и все переходы совершались пешком. Просто потому, что по-другому невозможно. Не были одомашни ни лошадь, ни быки, никто, кроме собаки. И вот тут мы видим, что на уровне общих представлений, общекультурного поведения Европа взаимосвязана. Это мы видим и предметом мобильного искусства, по тем же палеолитическим венерам, вырезанным из камня, из бивня, из разных материалов. И также мы видим по поведению человека в пещерах и с предметами изобразительного искусства. Это удивительно, но люди, которые жили на открытых равнинах, и люди, которые создавали святилища, организовывали святилища в пещерах, у них было очень много общего с точки зрения обращения с рядом предметов, которые мы сейчас называем предметами изобразительного искусства. Тогда это были какие-то предметы, связанные с оправлением ритуалов, с какими-то культовыми вещами. Например, ритуальное разрушение этих предметов. Мы знаем, что очень многие произведения искусства, которые археологи находят на стоянках открытых, они разбиты. Разбиты преднамеренно. Мы видим следы ударов, мы видим, что с помощью химиков, физиков, что некоторые керамические статуэтки разбиты практически сразу после того, как они были обожжены. То есть их лепили и потом обжигали именно для того, чтобы разбить. Именно для того, чтобы разбить. То есть, да, это вот на территории Центральной Европы, мы знаем несколько памятников, где это очень хорошо установлено нашими коллегами зарубежными. И такое же мы видим и в пещерах. Мы видим, что, во-первых, гравированные изображения на плитках и нарисованные краской древней на плитках рисунки, они разбивались. Вот эти плитки разбивались достаточно в мелкие такие обломки. И некоторые из них потом прятались. Но самое удивительное, что мы видим еще и некоторые рисунки были стерты или несут на себе следы ударов. В том числе вот в Каповой пещере мы тоже видим следы стертых рисунков. То есть мы не можем себе представить, не должны себе представлять вот это поведение как нечто статичное. Пришли, нарисовали, успокоились. Нет. Это все жило. Люди к этому как-то относились. Они часто туда, достаточно часто и длительное время приходили. И именно поэтому происходили, конечно, конечно, какие-то изменения и с крупными настенными рисунками. И вот смотрите, мы видим вот эти зоны, да, культурные, западная, восточная, центральная Европа. Но при этом есть еще какая-то там группа, видимо, товарищей, которая откочевала туда с запада на восток, вот, собственно, на Урал. И принесла туда эту традицию. Да, мы видим, что в принципе, если говорить про... Мы будем сейчас говорить только про человека современного вида, хомо сапиенсов, потому что мы же понимаем, что все виды людей возникли на территории Африки и из Африки, в конце концов, пришли. Но вот хомо сапиенс, при том, что первоначально он гораздо раньше, чем заселяет Европу, заселяет Австралию, да, сейчас есть дата 60 тысяч лет, и приходя около 40, может быть, чуть больше 40 тысяч лет назад на территорию Европы, человек не остается на одном месте. Он продолжает передвигаться. И мы видим, что с территории Европы идет до определенного момента очень мощная волна, вряд ли ее можно назвать в нашем понимании миграционная, но на самом деле это с исторической, с археологической точки зрения именно миграция. Из восточной территории Восточной Европы в сторону Урала и за Урал вплоть до Сибири. И мы видим, что потом уже в конце ледниковой эпохи идет другая волна, как раз с территории Сибири на территорию Восточной и Центральной Европы. И вот как раз именно благодаря этой волне, да, переселенческой, вот эта вот культурная традиция проникла. Да, по всей видимости, действительно, чуть больше 20 тысяч лет назад именно эта традиция и приходит с запада на восток, на Урал. Причем понятно, что эти группы людей двигались медленно, но достаточно быстро для того, чтобы культура сохранялась. То есть это какое-то считанное количество поколений. Это действительно так, потому что необходимо было сохранить тот культурный базис, поведенческий базис, что сохранить через много поколений достаточно сложно. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Владислав Сергеевич Житинев. Мы говорим про Капово-пещеру. Поговорили о ее связях с Западной Европой и с тем, как этот комплекс археологически вообще вписывается в всю картину, которую мы видим по всей Европе. И мы не успели только вот один момент уточнить, что почему мы знаем, что люди, которые рисовали, создавали эти картины в Капово-пещере, пришли именно с запада, потому что в Франко-Кантабрии, в пещерах, мы видим, как этот стиль развивался. Вот как это проявляется? В чем это? Мы видим, что именно на территории Франко-Кантабрии, на территории Франции и Испании находятся не только древнейшие пещеры с настенными изображениями, но мы видим, как постепенно складывается стиль. И не только художественный стиль складывается, но и стиль размещения тех или иных образов животных на определенных панелях в залах. На сегодняшний день, если говорить очень грубо, то мы представляем себе следующую схему размещения. Самые удобные для осмотра стены, к которым легче всего подходить и около которых может стоять достаточно большое количество людей, там главными персонажами являются не мамонты, не носороги, как нам иногда хотелось бы или нам кажется, а лошадь и бизон. Это два основных персонажа, которые мы видим, это два ведущих образа в палеолитическом пещерном искусстве. А потом рядом с ними появляются какие-то другие животные, олени, верблюды, редко, но появляются верблюды, конечно, мамонты. А вот хищные животные, они появляются достаточно редко и в тех местах, до которых либо трудно дойти, либо которые находятся в небольших закутках, в небольших ответвлениях от галереи пещер или залов пещер. И мы видим, что в ряде пещер, там, где сохраняются изображения таких странных существ, это наполовину звери, наполовину человек, мы называем это зооантропоморфом, то есть фигурой, в которой соединяются человеческие черты и черты животных, вот они всегда расположены в самом конце, либо в таком месте, которым можно считать или назначить хотя бы тупиковым. И очень часто они располагаются на большой высоте. Здесь нужно понимать, что палеолитический человек, когда приходил в пещеру, он, конечно, обычно старался рисовать на том уровне, на котором ему было удобно рисовать, стоять на камнях или на той поверхности, которая в пещере была тогда, но регулярно мы видим следы, что человек рисовал очень высоко, 6-7 метров, 10 метров. То есть это говорит о том, что для создания рисунков нужны были какие-то строительные конструкции. И вот ровно то же самое мы наблюдаем в Каповой пещере, там есть изображение зооантропоморфа, оно нарисовано на высоте более 4 метров над современным уровнем пола и на самой тупиковой части среднего этажа пещер. И из-за того, что в Западной Европе, возвращаясь к началу вопроса, мы видим развитие, а на территории, скажем, румынских Карпат или южного нашего Урала, мы видим единичные памятники с уже сложившимися представлениями о том, как надо рисовать и что делать в пещере. Мы понимаем, что это привнесенные некие представления из того разнообразия практик, которые мы наблюдаем в Западной Европе. Ну, плюс палеогенетика подтверждает, насколько я понимаю, эти соображения археологии. И палеогенетика подтверждает пока на сегодняшний день то, что в эпоху ледникового периода были крупные перемещения. Мы ждем, что у нас будут результаты, связанные с палеогенетикой между пещерами, где сохранились палеогенетические настенные изображения. Но здесь есть одна сложность. На сегодняшний день мы практически в пещерах с настенными изображениями «не знаем погребений». То есть это было место, где захоранивали. Иногда действительно есть захоронения, но всегда встает вопрос, насколько то, что мы находим, связано на полу пещеры при раскопках. Насколько эти культурные остатки связаны с теми росписями, которые мы видим на стене. Дело в том, что в таких пещерах люди не жили, они заходили туда на какое-то время. Почему мы так думаем? Если мы возьмем любую базовую стоянку, где жили некоторое количество времени, например, несколько месяцев теплого сезона или холодного сезона, мы видим, что они организованы по-разному, что там большое количество остатков как от пищи, так и от производства каменных орудий, самих каменных орудий. То есть мы увидим достаточно богатый культурный слой. А вот в пещерах с настенными изображениями мы видим, что практически ни в одной человек долгое время не жил. Мы видим несколько мест, где люди проводили некоторое время. Ну вот, то есть люди пришли, разожгли костер, что-то поделали. Причем там есть каменные орудия, там происходила некая деятельность. Но там же есть и большое количество краски. Вот эта вот краска нас очень сильно выручает. Мы можем сравнить различными методами естественных наук, какая краска нам встречается, у нас встречается в культурном слое, и какая краска встречается на стенах. И мы видим, по крайней мере, в Каповой пещере, что эти краски совпадают. То есть человек приходил... Тот человек, который какое-то время провел на том месте, которое мы раскапываем... Что он нарисовал. Да-да-да, что он и рисовал. Причем мы очень хорошо можем видеть по остаткам животных, которые человек ел, которые мы встречаем в культурном условии, что это действительно были недолгие посещения пещеры. Но вот на открытых стоянках базовых или на стоянках другого типа, мы видим, что человек, если уж на несколько дней приходит, то он, конечно, есть с собой еда, да, там, скажем, ногу капона с собой взял, или здесь же лошадь разделала и с удовольствием ее кушает. А вот на территории, в пещерах с настенными изображениями, туда брали перекус. Ну, мы все себе представляем, как в поезде, да, люди садятся и сразу достают сервела, достают курицу, достают вареные яйца, картошку и начинают с удовольствием есть. И вот там мы фиксируем примерно такое же поведение. То есть люди принесли с собой сурков, с удовольствием их поглодали, а сурок, он большой, и это будет больше, чем курочка. Ну, и само место больше, чем купе, по всей видимости. Там все-таки не четверо были. И после этого спокойно, с большим удовольствием все это скинули аккуратненько. То есть мы очень хорошо видим, что палеолитический человек не мусорил. Это одна из причин, по которой мы не можем четко сказать, сколько на конкретном месте обитал человек. Человек за собой убирал с самого начала. Человек не оставлял после себя груды мусора. Он не устраивал туалет посередине стоянки. Или тем более в пещере, как это иногда делают современные посетители пещер. То есть вот это вот поведение, оно было очень уважительным и не только к окружающему миру, но и к себе. Просто потому, что человек считал себя частью этого мира. А как же это все находится, если они прибирались? Это какие-то тайнички, куда с кости сваливали этих сурков там? Или костер как-то его потом прибирали? Мы знаем тайнички, мы видим в пещерах с настенными изображениями своего рода оставлены кладики и тайнички, туда убиралась краска, например. Или мы видим, что человек нарисовал, скажем, на достаточно приличной высоте нарисована рыба. И мы можем увидеть, куда человек, первобытный художник, высыпал краску, что он взял в качестве палитры, где он смешал уже сухой порошок, на который он сделал краску. И после этого палитру он разбивает и сверху накрывает ее большой плитой, либо чтобы ее не увидели другие. Какой в этом смысл? Почему он так делает, мы не знаем. Но мы это прекрасно находим. А вот в тех местах, где человек проводил несколько часов тех дней, когда он посещал пещеру, мы видим случайно упавшие, потерянные, втоптанные вещи. Некоторые наши коллеги считают, что ряд вещей были преднамеренно оставлены, но с точки зрения строгой археологической процедуры мы не можем различить потерянное и оставленное не специально. Вот если, скажем, мы видим, что большое орудие из ребра мамонта специально спрятано далеко между камней, не выпало, а убрано далеко-далеко. Мы говорим, да, его здесь оставили. Такие случаи в Каповой пещере есть. А если мы видим, что на горизонтальном полу что-то лежит около очага, то мы на 100% не можем сказать. Специально его здесь оставили в качестве приношения, в качестве дара каким-то высшим силам или, например, принесли сюда, но не могут это вынести обратно, потому что уже как-то это связано с теми представлениями, что вносить можно, а что выносить нельзя. Здесь уже начинаются те интерпретации, которые лучше оставить при себе. Они не совсем научны, с моей точки зрения. Поэтому очень чаще всего мы говорим «не знаем». А вот вы говорите, тем не менее, достаточно смело. Вот здесь они провели несколько часов. Это определяется толщиной углистого слоя? Скорее, это определяется не толщиной углистого слоя, а тем, насколько большой был костёр. Мы это называем остатками очага. То, что осталось, мы достаточно хорошо можем сказать. Вот здесь костёр горел достаточно долго. А вот здесь костёр горел очень недолго. Плюс мы проводим эксперименты и представляем себе, как огонь может насколько прожечь, обжечь глину, на которой он горит. И представляем себе, что действительно были небольшие заходы. Это во-первых. Во-вторых, мы не должны забывать, что пещера, она всё-таки замкнутое пространство. Это то, что называется подземная полость. И дым в этой полости, он, конечно, уходит или уходил. Но, тем не менее, человеку мешал. Скажем, по запискам путешественников в конце XIX века мы очень хорошо можем увидеть, что они советуют тем, кто будет после них в каповой пещере. Если хотят подняться на оба этажа пещер, то сначала нужно посетить верхний этаж, а потом идти в нижний, потому что дым от факела со среднего этажа, вот с этого нижнего, куда человек может дойти, он так проникает на верхний этаж, что там находиться уже невозможно. Конечно, в эпоху палеолита, судя по тем кострам, которые горели, пылались в пещере, можем сказать, что выходов было больше. Но все равно вот эта проблема дыма, она, конечно, существовала, и вряд ли человек мог сжечь много костров. Плюс нужно понимать, пещера сырая, темная, холодная, и несколько часов там вполне возможно привезти. Но вот мы знаем по нашей экспедиции, что даже два часа, проведенных на полу в пещере, на специальных подстилках, в специальной одежде, все равно человека заставляет желать согреться, выйти. Это при современной одежде, технологичнее. Да, но мы понимаем, что одежда у них была не хуже, потому что это был все-таки натуральный шкур и натуральный мех, но... Но вряд ли у них полу-артеки были, и всякие такие модные современные куртки, и пенки, на которых сидят. И все равно холодно. То есть провести много времени в пещере достаточно сложно и тяжело. Но, тем не менее, насколько я понимаю, там какая-то бытовая деятельность все-таки велась, судя по находкам. Что там находится, и что из этого можно делать, какие выводы? Мы с большим трудом можем ответить на этот вопрос. Это вообще было открытием, что некая хозяйственная бытовая деятельность в пещере велась. Она, скорее всего, конечно, связана с теми процедурами, которые там организовывали палеолитические люди, с теми культами, которые там оправлялись. Ну, например, для того, чтобы нарисовать на высоте 4-5 метров рисунок, нужно принести жерди и построить некое сооружение. Да, это же хозяйственная бытовая деятельность. Или, например, 13-метровый колодец разделяет средние и верхние этажи каповой пещеры. Для того, чтобы подняться, нужно сделать какие-то веревки, закрепить или сделать какую-то лестницу. Плюс мы видим по анализу каменных орудий, что производилась достаточно большая работа с предметами из материалов, которые не сохранились. Это кожа, это дерево. Причем мы видим, что дерево приносилось в пещеру, и не только в качестве веток был обнаружен тлен нашими предшественниками, но и какие-то крупные палки. У нас в Роскопе в свое время мы зафиксировали остатки, просто следы каких-то небольших округлых предметов, может быть, каких-то чашек, может быть, каких-то черпаков. Не очень понятно, что из дерева или из кожи. То есть следы сохранились, это все и слело, но при тщательной работе это все мы можем зафиксировать. Плюс частично там добывалось сырье для окончательного изготовления краски. Мы видим по естественно-научным результатам анализов, что человек добавлял в краску в том числе измельченные кальцит. То есть кальцитовые натеки, которые встречаются в пещере, специальным образом откалывались. Они дробились в очень мелкую такую пудру практически и досыпались вот в минеральный порошок красного цвета для того, чтобы мелкие частички стягивались между собой и не расплывались при нанесении краски. То есть деятельность была большая, но я думаю, что значительной ее части мы пока говорить не можем. Но там же еще какие-то иголки, насколько я понимаю, находятся. То есть вот то, что вы говорите про работу с кожей. И даже эти, как они, лощила, как это называется? Да, и что касается иголок, действительно во многих пещерах и в Каповой пещере в том числе есть обломки иголок. И здесь встает вопрос, для чего иголки использовались. При том, что они сломаны и сломаны аналогичным способом, как мы видим это на памятниках открытого типа, то есть, скорее всего, при работе по шкурам, есть очень большое сомнение, что, конечно, скажем, какая-то обработка шкур велась. Но вот, предположим, задуматься о том, связано ли большое количество украшений, которые мы видим в пещере в Каповой, в культурных слоях. А там правило, украшения именно, да? Это именно украшения и заготовки для украшений. То есть, это очень интересно, когда мы обнаружили первые непробитые раковины, человеком непробитые, стало понятно, что политический человек приносил их, или, по крайней мере, часть этих раковин, не пришитых на одежде, а еще в целом виде, в качестве заготовок для украшений, и там, возможно, эти сами украшения делал, и, возможно, нашивал. Мы знаем, что у ряда народов, в ряде культур специальные костюмы для проведения обрядов создаются, конечно, около места или на месте, где все это происходит. Плюс мы видим, что около полиолитических погребений очень многие костюмы, в которых захоранивали людей, дошивались прямо около могил. Ну и, в конце концов, у меня тут ассоциация возникла. Я надеюсь, сейчас не буду все там секреты раскрывать, которые нельзя раскрывать, но даже когда происходит посвящение в археологе, группа старших товарищей обычно удаляется куда-то для того, чтобы подготовить реквизит для посвящения. Конечно. В том числе и там вот эти керамические осколки, на которых пишутся имена. И здесь, может быть, то же самое было, да? Да, вполне возможно. То есть вот эта деятельность по организации костюма, которая необходима для совершения каких-то обрядовых действий в самой пещере, она вполне могла там происходить. И что касается лощила, да, мы должны объяснить, что это специальное из ребра орудие, необходимое, скажем, для разглаживания швов, потому что швы и шкур, они все-таки могут достаточно сильно натирать, и нужно их было делать мягкими на одежде. И вот такие орудия использовались. А вот то, что найдено в Каповой пещере, это удивительно. Это действительно когда-то, в первой жизни этого орудия, в первой части его жизни, был лощилом. Причем из-за ребра крупного животного, ну, скажем, мамонта или бизона или носорога. Но потом было принесено в пещеру и использовалось для каких-то уже действий суровых по отношению к самому предмету. Им либо что-то долбили, либо почему-то ударяли. Там огромные макроследы от ударов, и частички с лезвийной части отлетали. Самое удивительное, что такое же орудие было найдено достаточно далеко, в нескольких сотнях километрах от Каповой пещеры, на памятнике, которое в конце 90-х годов наша экспедиция исследовала. И на этом же памятнике был найден один из самых замечательных на Урале примеров первобытной художественной палеолитической деятельности, а именно раскрашенный череп пещерного медведя. Вернее, краска сохранилась фрагментарно, но это сохранилось. И вот там было найдено орудие из ребра шерстистого носорога как раз, которое тоже сначала было лощилом, использовалось для работы по шкуре, а потом им что-то копали очень похожие следы между собой. Но пока не очень понятно, какая именно операция производилась. Торсология – удивительная наука, мне кажется, все-таки она меня поражает, какие данные позволяет она давать при изучении вот этих следов использования орудий. Давайте, наверное, вот в завершении программы поговорим еще вот о чем. Для меня, собственно, самая удивительная встреча с вами – это то, что мы говорим про пещеру теперь не просто как какой-то там художественный комплекс и даже храмовый комплекс, что, в общем, вполне себе очевидно, но уже делаем из этого какие-то социально-экономические выводы, мы выходим на более серьезное какое-то обобщение. Вот что современные данные, которые мы получили в Каповой пещере, позволяют нам говорить об обществе? Да, мы действительно сейчас подходим именно к этому рубежу, когда данные о первобытном обществе, причем здесь очень важно, когда мы говорим о первобытном, мы должны понимать, что это общество до цивилизации сельскохозяйственной, то есть до цивилизации, когда человек научился вращать сельскохозяйственные культуры и разводить животных, то есть до того, что является базовой частью нашей цивилизации. Так вот, мы понимаем, что первобытная цивилизация, законы, по которым она развивалась, социальные законы, поведенческие законы, они очень важны для современного понимания общества, ну, скажем, от таких сфер, как поведенческая экономика, до таких сфер, как социальное моделирование различных процессов, в том числе политических. То есть поведение человека, мы видим, складывается, база, основы этого поведения складывается очень рано. И то, что мы сейчас можем обобщать, делать выводы и предлагать посмотреть на некоторые вещи тем, кто занимается социоисторическим, социоэкономическим моделированием на гораздо более ранние этапы развития человечества, чем эпоха неолитической революции или, скажем, эпоха великого переселения народов, скорее всего, будет иметь большое значение для понимания развития общества и тех процессов, которые у нас прямо сегодня в обществе происходят. То есть вы имеете в виду, что это еще, может быть, даже из биологии идет все вот это? Да, возможно, такие высказываются идеи. Мы сейчас будем проводить очень интересные исследования, связанные как раз с микробиологией человека и его поведением в пещерных святилищах. Это в следующем году. Вообще можно достаточно много всего анонсировать. Скажем, кроме вот этих микробиологических исследований, скоро будет объявлено о новом рисунке из одной из пещер на Южном Урале. Мы все ждем. Это будет в ближайшие дни, недели, скажем. И очень интересно будет потом поговорить о том, что найдено, почему это открыто и как сделано. И, конечно, нас ждет еще одно крупное открытие, объявление о котором мы пока откладываем. Мы, когда я говорю мы, это наши экспедиции и ученые Московского университета, и ряда других академических учреждений нашей страны, зарубежные коллеги, о том, что мы можем фиксировать ряд особенностей поведения человека, который связывается с древними цивилизациями на гораздо более ранних этапах. И это действительно будет некий такой гуманитарный прорыв в той сфере знания, которой мы сегодня обсуждаем и занимаемся. Ну, заинтриговали, так заинтриговали, что называется. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня был Владислав Сергеевич Житинев. Мы говорили про Каповую пещеру, точнее, хотели поговорить про нее, а оказалось, что вообще поговорили про первобытное общество всей Евразии. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»